Семья Денискиных большая. Мама, папа и пять детей. Два месяца назад родилась маленькая Василиса. Малышка уже научилась улыбаться и уверенно держать голову. Помогают маме приглядывать за ней трехлетняя Виктория и пятилетняя Анна. Девочки очень обрадовались появлению еще одной сестренки, так же, как и взрослые сестра и брат. По факту родители попадают под выплату на Аню и Вику. Доход семьи небольшой, семья многодетная, а практически получить эти средства не могут. Мама с 2016 года плавно переходит из одного декрета в другой, а папа работает неофициально. Получается, что у мужа нет справки о доходах за 10 месяцев, поэтому нам не могут пособия выплатить. Крутимся, вертимся понемножку, где бабушка поможет, отец помогает. Муж тоже не сидит просто так и колым, и все берет, чтобы девчонки ни в чем не нуждались, так же, как и старшие. В плане финансов все равно тяжеловато. Сейчас смесь, памперсы, она тоже стоит немаленькие суммы. Траты на детей сегодня немаленькие. И вкусненького хочется, и вещи приходится менять часто. Растут быстро, а то и рвутся. Дети же. Однако многодетная мама не отчаивается. Говорит, главное, что все здоровы. Семья дружная. Здесь принято друг другу помогать. Старшие приглядывают за младшими, а все остальное решаемо. Спасает огород. Зимой морковка, свекла, капуста, кабачки, засолки, все это сделаешь. За счет этого и живем. Картошка есть. Главное, нашим сыном, как говорится, в России-то говорят. Поддержка семей с небольшим доходом – это адресная мера. Ее могут получить только официально трудоустроенные родители. Все доходы необходимо подтвердить и учесть. Такой порядок. Есть, конечно, определенные вопросы при назначении выплат, которые у наших граждан возникают. Первое – когда необходимо подтверждение дохода, а люди либо работают неформально, либо вообще не работают. Но выход один, конечно, самый первый – это обращение в службу занятости. Шесть месяцев нахождения на учете в службе занятости будет принято как исключение из правила, то есть можно не иметь доход на период нахождения в службе занятости. Для тех же семей, кому выплаты уже назначены, с июня будет проведена их автоматическая индексация на 10%. Граждане их увидят уже в следующем месяце, потому что сейчас часть реестров на отправку, она уже ушла, и происходят выплаты в прошлом месяце, но мы всем сделаем досчет этих выплат. Все будет компенсировано в следующий период, и все получат свои проиндексированные именно выплаты.